Всем большой привет, мои хорошие, любимые, дорогие! Я безумно соскучился по вам! Итак, сегодня готовим по вашим многочисленным просьбам замечательный, просто потрясающий торт, нежнейший, молочная девочка. Для торта нам понадобится сгущенное молоко, мука, разрыхлитель, яйца, сливочное масло, щепотка соли, сливки и ваниль по желанию. Итак, в чашу со сгущенным молоком я отправляю яйца и щепотку соли. Все хорошо взбиваю миксером. Теперь в отдельную чашу с мукой я добавляю разрыхлитель, муку я заранее уже просеял. Все хорошо перемешиваем и в один прием всыпаем к сгущенному молоку и хорошо перемешиваем до однородности миксером на протяжении 2-3 минут, чтобы масса у нас стала однородная. Вот такое тесто у меня получается. Теперь по желанию можете добавить ваниль, можете не добавлять. Я добавляю ваниль и обязательно добавляю растопленное, но холодное сливочное масло. Наши коржи будут прекрасно отходить от коврика и не будут прилипать. И тесто будет более нежным и более пористым. Вот такое глянцевое, красивое, нежное воздушное тесто у меня получилось. Теперь уже можно включить духовой шкаф на температуру 180 градусов и приготовиться к выпечке коржей. Я буду выпекать на тефлоновом коврике. Можно использовать пергаментную бумагу, но если берете пергамент, берите пергамент хорошего качества, чтобы коржи у вас не прилипли. Для того, чтобы соблюсти одинаковый диаметр примерно всех коржей, я буду использовать кольцо-резак. У меня кольцо-резак 20 сантиметров. Можно меньше взять, можно больше, в зависимости от того, какой торт вы будете делать. Я буду выпекать сразу по два коржа. В кольцо отправляем 2 столовые ложки теста и разравниваем. Можно разравнять обычной столовой ложкой. Я вот сейчас начал разравнивать сначала ложечкой, а потом вспомнил, что у меня есть такой скребок от блинницы. И вот такая деревянная штучка у меня. Я быстренько все это дело разравняю. После того, как распределили тесто, перекладываем кольцо-резак на другое место. И также по такому же принципу отправляем тесто в кольцо и разравниваем. Теперь отправляем противень в духовой шкаф при температуре 180 градусов. У меня испекались они 8 минут. Смотрите, чтобы коржи у вас были золотистого цвета. Как только станут золотистого цвета, сразу же доставайте. Температура 180 градусов, 8 минут. Вот такие коржи. Красивые, смотрите, мягкие-мягкие. Они у меня получились. Снимаем, значит, коврик с противня. Подождали буквально 2 минутки. И теперь аккуратно переворачиваем. И смотрите, ничего у меня не прилипло. Все прекрасно снимается с тефлонового коврика. И коржи, получается, они не трескаются. Смотрите, какие они нежные, воздушные. Обратите внимание, сейчас я вам покажу, какая пористость. Смотрите, мелкая-мелкая. Сейчас я ближе сделаю камеру. Вот такие вот коржи воздушные. Смотрите, это просто фантастика. Итак, коржи у меня готовы. Сейчас они остывают. Давайте приготовлю крем. Крем для пропитки коржей я буду готовить на основе жирных сливок и сгущённого молока. Я использую сливки 33%. Сливки должны быть обязательно холодные, иначе они у нас просто не взобьются. И сгущённое молоко. Можно сделать крем на основе сливок и сахарной пудры, либо приготовить крем-пломбир. Это уже по вашему вкусу. Итак, в чашу я отправляю холодные жирные сливки от 33%. И начинаю взбивать миксером. Взбиваем до мягких пиков. Сейчас я покажу. Значит, поначалу начинаем взбивать, как мы помним и знаем. Взбиваем на медленной скорости. Потом добавляем скорость миксера. И взбиваем вот так вот до мягких пиков. После того, как у нас сливки взбились до полувзбитого состояния, смотрите, не перебейте, добавляем сгущённое молоко. Всё сразу в один приём и продолжаем взбивать на протяжении двух минут. Вот такой глянцевый, красивый крем у меня получился. Итак, начинаем собирать торт. Собирать я буду торт на вот такой чёрной подложке. На центр я наношу небольшое количество крема, для того, чтобы торт у меня закрепился и никуда с подложки не съехал. Значит, укладываем первый корж, наносим крем и по такому принципу собираю весь торт. Итак, торт я собрал. Теперь убираю его в холодильник часа на 4, а лучше на ночь, чтобы торт хорошо пропитался. После того, как торт у нас пропитается, приготовим крем для выравнивания торта. Выравнивать я буду при помощи творожного сыра, сливок и сахарной пудры. Крем получится не слишком плотный, но мне, собственно говоря, и не нужно плотный, потому что я его даже украшать не буду. У меня придут сегодня просто гости, и это такой торт к чаю, домашний вариант. Итак, значит, я отправляю в чашу для миксера сливки холодные, сливочный творожный сыр и сахарную пудру. Все хорошо пробиваем миксером. Поначалу можете обратить внимание, что крем стал жидким. Ничего страшного, так и должно быть. Продолжаем взбивать до того момента, пока крем не загустеет. Вот такой вот по плотности крем получился. Если вы хотите, чтобы крем был более плотнее, уберите его в холодильник минут на 10. Он станет плотнее, вам будет удобнее с ним работать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой торт у меня сегодня получился. Я его не буду украшать, потому что это торт буквально к чаю. Значит, мне просто незачем это сегодня делать. Поэтому давайте его поскорее разрежем и посмотрим, какой же он получился внутри. Я вас уверяю, ребята, смотрите, он просто потрясающий. Потрясающий, нежный, пропитанный, пористый. Ну, это просто вообще фантастика. Поэтому обязательно приготовьте его, и я уверен, что он вам понравится. Подробный рецепт вы сможете найти в описании под видео. Ну, а мне как всегда было безумно приятно быть сегодня в компании вместе с вами. Спасибо, что вы смотрите, комментируете, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и как всегда, до скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!